В течение шести лет учреждение сферы молодежной политики города реализует проект «Мобильный трудовой отряд главы города Губкинского. Будущее строим сами». Он призван решить вопрос занятости молодежи в каникулы, привить трудовые навыки и подарить ребятам опыт работы в коллективе. В администрации собрали самых трудолюбивых губкинцев, непосредственных участников проекта. В течение трех месяцев они наводили чистоту на улицах города и прилагали максимум усилий, чтобы он стал краше и уютнее. С поздравительным словом к ребятам на правах почетного комиссара отряда обратился глава города Сергей Бурдыгин. Вроде только недавно было 1 июня, когда мы с вами только отправлялись в это трудовое путешествие. И вот сегодня уже прошло 4 месяца. Я в первую очередь хочу поблагодарить вас, в большей части не от себя, а от жителей нашего города, за то, что вы очень быстро, первый мобильный отряд в июне месяце, очень быстро навел порядок после зимы. И все летние месяцы у нас в городе было чисто и хорошо. Огромная благодарность вам от всех жителей города. С июня по сентябрь вели свою трудовую деятельность 4 отряда. В их составе 161 борец за чистоту. Площадь, убранной ребятами территории, превысила 670 тысяч квадратных метров, что равносильно 168 футбольным полям. По завершении трудового лета пришла пора подводить итоги. 21 участнику отряда за личный вклад в развитие молодежного движения и успехи в работе вручили памятные подарки. После награждения передовики делятся своими впечатлениями о прошедшем лете. Полезно свое время не потерять зря. Получается, если в МТО идти, там новые знакомства, новые люди, работаешь, зря время не теряешь. А так, каждый день просыпаться и смотреть в телефон, это уже как-то бессмысленно. А так, каждый день встаешь, у тебя, ты знаешь, работа есть, уже знаешь, к чему стремиться дальше, уже готовишься к этому всему. Не остались без наград и ребята, успешно трудившиеся на других предприятиях нашего города. Рабочие места предоставили компании «Газпром», «Пурнефтегаз», а также «Центр Современник» и другие организации. Церемонию награждения проводили специалисты Центра занятости населения. Работали в основном подсобными рабочими, то есть на тех должностях, которые не требуют специальной подготовки. То есть девочки занимались офисной работой, то есть делали производство, помогали в архиве где-то, курьерами работали. Кто-то работал с животными, да, то есть в добром сердце, помогали, вольеры строили, чистили, убирали. Вот. И подсобные работы, то есть работали на то, чтобы наш город был очень чистым. Юные работники единодушны во мнении. Лето этого года не прошло зря. Оно оставило много интересных воспоминаний. Работал я на Куркинском газовом промысле. Коллектив. Там очень классный был коллектив. Ты каждый день переходил и понимал, что сегодня не будет скучно. Церемония награждения завершилась общей фотографией. Трудовое лето этого года для многих ребят стало первым шагом на пути к взрослой жизни. Они уверены, следующее лето пройдет не менее продуктивно, а организации, в свою очередь, уже ждут своих юных помощников. Валерий Усманов, Алексей Магин, Денис Гимб. Новости Губкинского.